еще раз сегодня у нас десятый сегмент нашей школы школы царин не школа терапии хотя школы терапии нашего курса по эриксонской медитации и сегодня нас тут ряд интересных тем вот о чем будем сегодня говорить так как мы все такие самые ключевые базовые пошли у нас остается некоторые вещи скажем так сладко вот и одно из самого сладкого которое хочу дать это это попытка работы с галлюцинациями попробую вот по работе с данной темой я пару слов скажу галлюцинации в каких людей они проявляются и могли с помощью гипноза информировать формировать и вообще стоит ли это делать это делать не опасно вот честно скажу в контексте самогипноза я я я я не видел ни одного человека чтобы обучал бы мне работе с галлюцинацией в контексте самогипноза вот но я эту технику воспринимаю как большей степени обучающий чем чем рабочую чем ту технику которую необходимо делать со своим пациентом что вот поэтому относитесь к ней так скорее с таким исследовательским интересом а что еще интересное можно выжать из своей психики и может сформировать интересные вещи сознание вот но базы будем работать с помощью пяти шага классического я пару слов скажу еще поводу того как изощренные а феномены транса можно применять контексте терапии самотерапии в частности вот пройдем повторно наш базовый пятишок который мы культивируем каждый наш сегмент надеюсь вы его помните его наизусть вот знание его можно вас ночью пробудить чтобы вы могли вот сесть спросивания сидячую позу и убить себя в состоянии транса вот но начну я как бы вообще с другого начну я с такой небольшой темы на как бы вот ее можно не рассматривать контексте курса попасть на гипнозу я решил включить вот эта тема а так называемого так называемая эволюции транса вот которая существовала вот гипнозе имеют гипнотическое умышление вот думаю вы все слушали о том что мы эриксовский гипноз это не директивный гипноз знаете понимаете отличие директивного не директивного многие вещи которые вы здесь для себя познаете вещи такие классические эриксовские фишки вот некоторые вещи которые даю они весьма директивны если вы видите что я очень часто применяю модель погружения 12 сегментов транса уровнем диктивном формате ты на первом я на первом и на втором и треть почему это делаю почему я не варьирую часто варьирую не создаю не директивные формы такие как я могу находиться либо к примеру первый уровень транса наступает дикте на формат все очень просто потому что директивный формат работает у подавляющего большинства людей очень хорошо думаю должны помнить что не директивная форма транссервного ведения она по идее должны применяться тогда когда директивная она как бы не очень валидно что почему-то не срабатывает и из-за чего-то возникают эффекты сопротивления изначально гипноз директивен и он подразумевал определенную пресиппозицию в которой смотрите было была такая пресиппозиция разделения что сфера сознательного у гипнотизера вот она знает как эти зер чаще всего врач вот а сфера сознательного и бессознательного своего пациента она больна вот и единственное что нужно делать вот поводу больного пациента это долбить его каким-то позитивными решениями наподобие там водка йод или курение вызывает у тебя отвращение тошноту вот до тех пор пока сфера сознательного бессознательного пациента проломится и примет это как ключевую основную идею в не директивной форме все меняется условный второй уровень эволюции гипнотической меняется следующим способом уже сам гипнотизер сам гипнотизер какой-то степени отказывается от модели того что он обязательно знает как раз вот возникает некоторая пресиппозиция что где-то там вот в подсознании самого пациента есть некоторая мудрость если в первой витке эволюции мудрость кроется в свою сам самому психотерапевте во втором витке мудрость закрыта не в сфере сознательного самого терапевта ну вот и не в сфере сознательного пациента она скрыта в подсознании пациента и на данном уровне сам гипнотерапевт он оперирует к сфере мудрости на существующего подсознания вот и запускает некоторые процессы один из вариантов событий запуск такой мудрости период к мудрости которая может помогать который может исцелять если это контекст самогипноза то мы воспринимаем ключевую движущую силу наше подсознание то есть какой-то степени мы отказываемся от того что сфера сознательного является ведущей доминантной а здесь возникает такой пресуппозиция доверия доверия подсознанию и мы как бы отдаем сферу сознательного вот в мудрые и заботливые руки подсознать если вы будете менять слова местами то вы поймете что на самом деле я говорю вещи вот которые по большому счету говорят довериться богу вот я когда когда эти вещи обнаружил начал меня я реально понял что вот большая часть того что я делаю очень похоже на то что делать священники просто полы порции другими словами по структуре мы наше деятельность очень напоминает религию по структуре а по содержанию вообще не имеет никакого отношения вот некоторое время назад вообще я изучая формы молитв форма молитв некоторых христианских сектах я обнаружил что существует я люба существует такая презумпция что сначала когда ты молишься необходимо благодарить а я подожди стой может отделом самогипнозе мы благодарим действительно некоторые люди во всей религии они догадались все таки что когда ты молишься богу вот или кому-то еще что прежде чем что-то просить необходимо говорить спасибо классно что то есть только потом просить для меня это был такой инсайд оказывается таких вещей люди додумываются вот увы увы мало людей осознает что такие фишки например благодарность по подсознанию она она может иметь такое радикальное значение правда радикальное значение вот мы полагаемся на шаман полагается на дух вот набожный человек полагается на бога хороший психотерапевт полагается на бессознательно вот стоит ли воспринимать что для психотерапевта бессознательно это бог появляется очень большой вопрос вот и я не знаю я позволю себе немного юмора произойдет какое-то время и похоже мы будем и какие-то странные дикие культы психотерапевтические где культом поклонения является бессознательно мудрая сильная большого полностью без лично такое эриксоновская подсознательно вот и там священники эриксонских трампуля цему о великое подсознание вот рано или поздно появятся священники такой эриксон скоингианского толка которые будут почитать не только личностное бессознательно но и молиться групповому подсознательному будет продолжение видков это юмор понимаете с одной стороны юмор с одной стороны а с другой стороны опять же смех смехом но только говорю вот как-то очень-очень-очень отравляется текущая реальность вот то есть второй уровень это полагание на бессознательное либо второй уровень это полагание на некоторые силы духовное существующие пациенте либо психотерапевте его помните что милтон эриксон он сам очень часто полагалось на свое подсознательное грома подсознательный мой друг помоги мне решить ту либо другую задачу тот либо другой вопрос вот и все таки появляется третий уровень третий уровень он сейчас условно называется генеративный транс создатель такого витка философского это ученик нутона эриксона вот ключевых моих впечатлений которого обучался много лет вот хотя стива с одной стороны является полным продолжением эрикс на многих вещах вот некоторые философские единицы у него отличаются вот и а ключевое отличие его работы в том что он сделает ставку не на мудрости подсознания а на связи между подсознанием нашим бессознательным и осознательного вот и на качественном грамотном сотрудничестве и действительно между нашим сознанием и подсознанием существует бесконечный цикл обратной связи они постоянно общаются и постоянно взаимодействует думаю вы слышали некоторых моих лекциях что по моему мнению нету зрелища более худшего чем зрелище человека который утратил связь со своим подсознанием вот связь с телом с ощущениями интуитивным откликом вот и я здесь знаете я не соглашусь со стивы на что более высокий уровень эволюции это взросление сферосознательного то есть поначалу сфера сознательного она похожа на ребенка а потом через какое-то а бессознательное на взрослого но чем дольше ребенок следует за родителем чем больше он следует и повторяет за ним что с ним происходит ребенок он взрослеет копируя его некоторые вещи получается что иерархия бессознательное выше осознательное меньше на втором уровне развития транса она потихонечку выравнивается называемое взрослое сотрудничество между сферой сознательного и сферой подсознания то сотрудничество да которая отразумевает под собой высокое фиктивной качественный обмен информации он означает качественный обмен информации между сферой сознательного и сферой подсознательного это означает что когда бессознательно хочет чтобы сферосознательному что ты сделала она говорит ему через ощущение какие-то мысли вот примеру допустим сделай первое второе третье и��awi да 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 моя большинственная я чувствую тебя да ты говоришь мне это я буду делать. Думаю, примерно, у многих из вас иногда появляются, к примеру, подобные мотивы. Я не знаю почему, но что-то хочется сделать. Кому-то позвонить, кому-то написать, либо что-то сделать. И потом, через какое-то время, вы начинаете понимать, для чего я делал то, что мне неожиданно захотелось. Поначалу для вас будет удивительно, почему такой имприз возник. А через какой-то период времени начинает понимать, что что-то у вас, какое-то более мудрое, закинуло такую идею. У кого такие вещи были хотя бы один раз в жизни? Когда вы потом понимаете, зачем все это было. У всех вас эти вещи должны быть в той или иной степени по идее. И чем четче и яснее данный канал, чем лучше вы слушаете свое подсознание, тем, не знаю, лучше складывается ваша жизнь через какое-то период времени. Но существует и обратная связь. То есть иногда подсознание хочет, чтобы сфера сознательного что-то для него сделала. Раз. Но если это взрослое сотрудничество, когда один к одному, то это означает, что и сфера сознательного временами может просить сферу подсознательного кое-что для нее сделать. То есть наступает некоторый обмен высококачественный. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. Вот я считаю, что человек, который достиг достаточно высокого уровня в сфере работы с собой, он достигает этого качественного баланса. Когда сфера сознания и сфера подсознательного, они равные друзья-коллеги. И, ну, тоже запомните то, что я вам скажу. Я еще раз заакцентирую внимание, то, что я говорю сейчас. Чтобы ваше бессознательное слушалось вас. Раз. И чтобы оно классно выполняло ваше желание. Вам необходимо уметь слышать и слушать свое подсознание. И иногда выполнять его определенные потребности. То есть ни в коем случае нельзя, я считаю, создавать такую идею, что теперь-то я стал там королем своего подсознательного. Нет. Ну, теперь-то я закидываю какие-то ключевые идеи и развиваю их в направлении. Я вхожу в транс и перепрограммирую. Но мое подсознательное такое нигде, типа, типа, служак араб? Да нет. А чем больше твое подсознание выполняет твоих указаний, как ты хочешь, тем больше тебе необходимо возвращать ему. Ну и сделать это в ответ. То есть без данной философской единицы вы столкнетесь с некоторыми проблемами в работе. Вот. Ожидая от бессознательного порой тех вещей, которые рано или поздно оно может не захотеть давать. Вот. Поэтому на очень высоком уровне общения и на таком особенно концентрированном абстрактном уровне, вот, способность привносить в медитации для себя какие-то очень важные вещи, вот, эта способность создавать некоторый правильный обмен между сферой сознательного и сферой подсознательного. Когда подобный обмен, он укоренен, и он сильный, он мощный, тогда начинаются просто удивительные и потрясающие изменения. Вот, по-моему, возникает некоторая эволюция личности, вот, где способность быть в балансе с миром отражается на способности быть в балансе с собой. Отношение с бессознательным, оно очень сильно перекликается с отношением с миром. Это означает, что чем более детская у вас позиция, по поводу мира, чем больше вы видите себя как ребенок в обычном мире по поводу других людей, это означает, что тем в меньшей степени вы можете позволить себе просить что-то серьезное у вашего бессознательного. Такой секрет. Для того, чтобы ваше бессознательное, оно откликалось на какие-то серьезные запросы. Не просто типа там головка болит, а про головную боль, либо там на коленке вава какая-то болит, либо легкую тревожность убрать. Чтобы подсознание действительно могло, хотел выполнять ваши серьезные вещи, какие-то значимые запросы какие-то на изменение личности глобально, необходимо бессознательному доказать, что ты являешься полностью взрослой личностью. А быть взрослой личностью – это соблюдать некоторый баланс того, что я даю и того, что я принимаю от мира. Человек, находящийся в балансе, давайте брать, он имеет право просить бессознательного. Человек, который не нашел данного баланса в твоей жизни, он с большой вероятностью не будет услышан бессознательно. Поэтому еще такую очень важную фишку закидываю – способность вводить себя в гипноз и способность руководить своим подсознанием, по моему мнению, является, в принципе, критерием уже такой достаточно хорошей проработанности. Если вы даете запросы подсознанию и на реагируете, значит, с вами кое-что очень даже так, очень даже хорошо. А если ваше подсознание так много стервозничает, то оно что-то делает, то оно что-то не делает. Ребята, это отражение какого-то вашего поведения. Это очень большая вероятность. Но отзеркаливает то, как вы ведете в мире. Ваше пицце посвязано – это зеркало. И когда вы это поймете, вот, ну, скажем так, вы будете шокированы, что качество отвлека бессознательного вашего вам напрямую связано с тем, как вы откликаетесь по поводу других людей. Я закину очень интересную идею. Некоторые из вас, они просто, ну, просто обалдеть. Я сейчас скажу. Как вы думаете, почему в многих религиях ложь является грехом? Ваша версия. Как вы думаете? Хотя бы один человек или два? Why? Я попробую дать интерпретацию Богу. Хотя бы один человек. Ну, ребята, вы там не устали? Ну, предполагаю, что когда ты лжешь другому человеку, то посознательно осознимает другого человека как часть тебя. И ты, по сути, врешь себе. Но это есть не очень хорошо. Ну, да, ты попал в точку. Смотрите, я заметил удивительную вещь. Удивительную вещь. Ну, учите, это не продукт моих чтений каких-то книг, а это продукт наблюдений. Чем больше вы лжете другим людям, тем хуже вы слышите свое подсознание. Это правда. Особенности касаются каких-то важных вещей, значимых вещей. Ложь сама по себе, она как бы, не знаю, ложь. Вопрос, какая тема лжи? Вот. Я заметил, что люди, которые чаще говорят правду и являются искренними, они гораздо лучше имеют связь с подсознанием. То есть, если ты говоришь правильную информацию другому человеку, ты готов принимать правильную информацию бессознательно. В той или иной степени, да. А когда человек другим людям как бы накладывает на глаза некоторую пелену, не рассказывая чего-то, поверьте мне, рано или поздно ваше соперего, ваше подсознание скажет, ты давал ложь, ты будешь принимать ложь. Вот. И как бы глаза закрываются на некоторые процессы, некоторые, и вы начинаете их просто-напросто игнорировать. Когда я эти вещи узнал, я просто обалдел. Действительно, это так. Моя личная позиция, это так. Вот. Поэтому закидываю за еще люди. Хотите слышать легко и хорошо свое подсознание? Вот. Будьте честными. Перед другими людьми. Вот. И через какое-то время вы удивитесь, до какой степени, до какой степени. Вот. Начинается такая сильная, мощная трансформация в сознании. Вот. Это причина, почему вот многие монахи дают обеты. Вот. Того, что я никогда не буду лгать. Вот. На поверхности кажется какая-то просто прибабах. Вот. Это не прибабах. Вот. Это то, что экспериментально можно фиксировать. Вот. Поэтому способность слышать свое подсознание и руководить им – это некоторый продукт накопленных отражений. То есть, чем лучше вы способны давать покорнаду свое подсознание, и чем более оно исполнительно, вот это отражает не просто вот спонтанно как-то вот «вы такие, какие вы есть». Именно так вы родились. Типа генетический код такого. Нет. Это и продукт накопленных отражений политических. И в трансе вы сталкиваетесь с послушанием, непослушанием. Вот. 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 Себя же чему-то там, вот кому-то там, и способность слышать что-то. Вот. Поэтому способность быть в контакте со своим суперэго, способность быть в контакте с собой через свою же мораль, очень сильно влияет грани и способности быть в контакте с подсознанием. То есть, только тот человек, который не нарушает правил, которые сам для себя принял, он способен действительно контролировать свое подсознание. Вот так. То есть, не нарушая правила, которые ты принимаешь. Вот. И все будет очень хорошо. Нарушаешь правила, которые ты сам принимаешь. Некоторые люди, правда, принимают правила полусознательно. Не забывайте. Большое количество убеждений в вашей жизни – это детские импринты, запечатления, либо, как говорят гештальпопсихологи, интроекты. Хотя термин популярен в других школах. Вот. Интроект. Сверточка интроект. Интроект – съеденное и непереваренное. Такий такой металл, скажу. То есть, когда вы принимаете какое-то убеждение, вот, и вы понятия не имеете, ну, так или так, но искренне идете по жизни и считаете, что это так. Вот. Вам сказал что-то кто-то? Что-то это плохо. И все. Вот. И вы не думаете, не размышляете, не проверяете на опыте. Вот. Не ищите ответов. Это интроекция. Ну, таких убеждений у каждого из вас может быть иное количество. Где вы не задумываетесь, почему вы верите в то, во что вы верите. Вот. Процесс переваривания интроекции этих – вот это взросление, это чем больше он осознает, чем меньше он лжет другими себе, тем больше его подсознание потихонечку превращается из вот эхидного демона, который, как в чертиках, вот, в русской мифологии. Помните, когда алкоголики напиваются, они видят чертей. Так говорят наши наркологи. Это правда. То есть они чертей видят. Такие что-то маленькое, рогатые. Классическая галлюцинация. Вот, между прочим. Что есть черт на самом деле? Вот. Ну, черт с точки зрения антропологии – это некоторая фигура духовная, то есть такой дух природы, который наделен определенными качествами. Вот. Но что такое черт с точки зрения психоанализа? Черт с точки зрения психоанализа, которого видит кто? Алкоголик. Это спроецированное свое поведение, неконтролируемое и аморальное. То есть, когда алкоголик видит чертей, он на самом деле, который прыгает по плечам и матерятся. Кого он видит на самом деле? Кого? Алкоголик видит себя и взаимодействует с этим вещами. Когда шизофреник видит галлюцинации, он очень часто видит отражение себя, искаженное, мутное, много страшное. Чтобы не видеть ужасных отражений, не прождайте их. И ваше подсознание, оно будет давать те образы, которые вам необходимы. Представьте себе, что ваше подсознание – это водная гладь, и чем поведение вы сильнее стармошили его, больше ела подняли, тем хуже вы едите через воду. Для того, чтобы ваше подсознание было чистым, прозрачным, и на нем вы могли чертить те фигуры, которые вам необходимы, длительный период времени нужно не мутить воду. Что есть не мутить воду? Не мутить воду означает соответствовать правилам своего супраэгу. То есть завершать гештальты начатой игры, не выходить за пределы рамок, которые ты принял через интроекции либо через какие-то сознательные решения. В Cóое время вода становится чистой Вода подсознательна она чистой и ты можешь руководить процессом создания чего-то в ней. Большинство людей это мутная вода, большинство людей это сгустки желаний, хаотичных. «Хочу того», «Хочу того», «Хочу того», «Хочу того», «Хочу того», «пусть мне делают», «я никому ничего не буду делать», «пусть мне дают побольше», «а я никому ничего не дам». вот-вот смотря на многих людей и замечать черт вот вы живете вот такие отражения порождаете а потом удивляетесь почему вы чувствуете то что вы чувствуете почему вы думаете а то что вы думаете вот большинство людей даже понятия не имеет понятия не имеет что они не проходят на уровне сферы сознания так называемый зеркальный тест что и зеркальный тест этот термин а я почерпнул из зоопсихологии есть животное которое осознают себя в зеркале то есть животное примеру обезьяна там шимпанзе или слон увидев себя в зеркале они понимают что это они обезьяна подходит и начинает понимать осознает что-то она и себя поправляет а есть животное которое не осознают себя то есть видеть зеркало котяра может видеть зеркало и начинать брыгать на зеркало кидаться просто-напросто вот так вот а те животные которые осознают что в зеркале они считают этих животных из ярко выраженная концепция это одни из самых продвинутых животных это высшие обезьяны это дельфины это слоны это новокалейдонские сороки вы думаю вороны тоже попугай некоторые вот принципе в зоопсихологии является критерием очень высокого уровня развития некоторых личностных субличностных характеристик если перенесем данную данный процесс зеркального теста в сферу психотерапии психоанализа смотрите пример давайте рассмотрим людей которые находят состояние паранойи какой человек будет находить состояние паранойи ощущение того что его преследуют а этот человек который хотел кого-то преследовать либо преследовал какое-то время потом его начинает преследовать допустим какой человек так тяжело страдает окр и постоянно порицает себя за то что он что-то сделал не так хорошо смотришь на то что происходит а этот человек пример постоянно порицает кого-то из своей семьи чаще всего родителей что они в том не так и всем не таки а в чем суть симптома симптом это зеркало, эти состояния, эти процессы, которые угнетают, являются всего лишь порождением ваших действий. То есть, чтобы прекратить быть параноиком, прекрати преследовать других людей в чем-то. Чтобы прекратить страдать ОКР, критиковать других людей. Пусть живут, как они живут, отличная жизнь. Непрохождение зеркального теста у человека, я считаю, это непонимание того, что то, что появляется во мне, это продукт того, что я давал миру. На определенном уровне развития эмоционального интеллекта, человек начинает понимать. А, подожди, значит, я кое-что даю миру, которому он в ответ меня возвращает. Такой человек проходит зеркальный тест. Человек, который проходит зеркальный тест, он может контролировать свои отражения. Классно, правда? Контроль отражений. Что это такое? Это означает, что я прекращаю создавать действия, которые порождают определенный отлик. И через какое-то время начинаю чувствовать себя очень хорошо. Знаете, в свое время я где-то читал, психотерапия по-буддистски. Если у тебя плохо, страдаешь от чего-то. Мир не такой хороший. Просто создавай позитивную карму. Человек побери. И рано или поздно все твои проблемы наладятся. То есть помогай кому-то, отдавай что-то, спасай кого-то. И через какое-то время тебе будет лучше. Знаете, смех смехом, но это аксиома очень близко к правде, на самом деле. Вот. То есть эти отражения, которые ты порождаешь, рано или поздно они будут отвлекаться в твоей жизни, и создавать опленные, очень интересные, очень классные, мощные и сильные изменения для вас. Вот. Смотрите, ребята. Это по поводу философии. Философская единица. Я решил закинуть ее к вам, потому что важны и практические вещи. Важны еще некоторые философские единицы, чтобы вы удерживали в сознании. Если у вас какие-то вопросы по этому поводу, задайте мне. Если нет, то мы плавно переходим. Очень плавно переходим к следующему уровню работы. Комментарий не появляется, ручек не появляется. Смотрите. На определенном этапе работы, своей терапевтической, гипнозом я имею ввиду, я начал экспериментировать со своими пациентами с дыхательными практиками. То есть я уже более 10 лет провожу группу по холотропному дыханию. Кто знает, думаю, поймете, что это значит. Это очень интенсивная, мощная, сильная практика, направленная на роде дыхатель. Я уже более 12-13 лет интенсивно работаю с гипнозом. Но я очень редко их объединял в одно. Очень часто вы могли замечать, что перед трансовой работой я прошу вас закрыть глаза и сделать 1-2-3 глубоких вдыховодок. Для чего это делается? Это небольшое переключение, но с дыхательной практикой. Либо условный шаг 0, то есть вы помните, в 5 шагах, первое это сбивка у нас получается. То есть условно получается, что некоторый шаг 0 есть. Это работа с дыхательной практикой. И я решил своим пациентам пробовать давать в начале сессии гипнотической некоторую дыхательную технику, чтобы усилить и амплифицировать состояние гипнотическое, чтобы происходило. И я обнаружил, что можно достигать просто удивительных, мощных и сильных эффектов, нападав импульсом. Что происходит, когда мы интенсивно, конститивно дышим? У нас в сознании появляется очень много нервной энергии, не разряживающей, с помощью которой мы можем уйти достаточно глубоко в наше сознание. Техник можно использовать много. Они очень различаются. Хотя, в принципе, в дыхательной практике выделяют самых важных 4 ключевых типа дыхания. Это первый тип дыхания. Это максимально быстрое и максимально глубокое. Второй тип дыхания. Медленное, но глубокое. Самое интересное – это два типа дыхания. Второй тип дыхания – это быстрое, но неглубокое. И третий тип дыхания – медленное и неглубокое. Каждый этот тип дыхания из четырех, которые я перечислил, они могут быть интегрированы в трансовой работе. Но качество интегрированное, действительно мощное и сильно интегрированное, я считаю, могут быть первых два. Это дыхание быстрое и глубокое – раз, и дыхание медленное и глубокое. Что для этого нужно делать? Ты либо сам садишься и готов начать погружаться в состояние транса – раз. Либо ты просишь своего клиента сесть, закрыть глаза и просишь его выполнить опленный ряд резких интенсивных дыханий. Сейчас ради эксперимента мы потихонечку будем входить и потом наблюдать, как эта практика меняет состояние транса. Ребята, будем тренировать только один тип дыхания сегодня. Вот это дыхание медленное, но глубокое. Могут быть вариации, я поделюсь своим видением, как я вижу, как его правильно делать. Вдох делает носом глубоко. Выдох ртом. Вдох. Как будто вы освобождаетесь от чего-то. Темп дыхания. Обратите внимание, какой темп я считаю более-менее правильным, хорошим и мощным для входа. Темп следующий. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Очень важно, чтобы ваши легкие наполнялись глубоко. Правило наполнения легких – это 80-70% от общего объема, который вы можете себе позволить. Вот возьмите ради... Вот смотрите, 100% от возможного. Вот это 100% почувствовали. И потом отмерьте, 70-80% от этих 100%. Вот, соизмерьте. Чтобы вдох был очень глубоким, но в то же самое время без без такого перегруза. Я немножко попаясничал. Не надо обязательно позу такую принимать. Очень много юмора было. Итого, сколько... Как много необходимо делать потом для этого дыхания? И что будет происходить, если вы будете выполнять такой тип дыхания? Скажите, кто из вас выполняет какие-то гимнастические упражнения? Какой тренажерный зал, либо каким-то другим спортом, силовым занимается, если у вас какие-то упражнения выполняете? Смотрите, ради эксперимента. Может, это будет турник, либо брусья, либо гантели, либо бег, что угодно. Там, где вы, например, работаете хоть каким-то весом. Хоть стояние в планке, к примеру. Хоть приседания, хоть отжимания. Попробуйте взять, к примеру, перед отжиманиями, или приседаниями, сделать 30-40 глубоких вдохов-выдохов. Ну, сейчас не нужно делать. Проэкспериментируйте потом. Мои личные эксперименты, лично над собой. Уровень вашей физической силы резко и выносливости неожиданно увеличивается. Очень сильно увеличивается. То есть ты неожиданно начинаешь, ну, скажем так, раза в полтора минимум более эффективнее работать с какой-то тяжестью. Неожиданно появляется гораздо больше сил. То есть ты начинаешь бежать немного быстрее, либо поднимать вес гораздо мощнее и сильнее. Моё личное наблюдение за собой, когда, например, работаю в жирном зале, вот я иногда соизмеряю для себя уровни качества. Продышусь 10-20 раз перед подходом, мне начинает казаться, что вес, который я приподнимаю, он раза в полтора меньше. Такое ощущение появляется. То есть это потрясающий, мощнейший топпинг. Удивительный, но это на уровне физики. То есть мы с вами не спортсмены. Если вы занимаетесь спортом, знаете, с помощью дыхания можно создавать уникальные допинги. Мы не учимся с вами отжиматься более эффективно или приседать более эффективно. Мы учимся ходить транс более эффективно. А дыхательная техника не только позволяет мышце стать более выносными временными, она еще помогает накопить некоторую энергию для глубокого хода. И мы с вами сегодня будем немного с этим экскрементировать. Смотрите. Во время дыхания очень важно понимать, что когда начинаешь дышать, у тебя начинает немножко вестись голова. Появляется кислородное опьянение. Ты можешь считать, поэтому сидеть нужно удобно. Это раз. Два. Выдох, который вы делаете, я считаю, должен быть помповым. Что такое помповый выдох? Это чтобы не... Вот такой вот. А чтобы поток вы как будто отторгаетесь из себя. Элемент дыхательного катарсиса, очищения чего-то. Далее. Дыхательная техника. Глубокий вдох, глубокий выдох в медленном темпе. Моё личное представление выполняется, допустим, 20-40 раз. Плюс-минус. Очень важно соразмерить для себя количество вдохов-выдохов, которое необходимо, чтобы задать некоторую волну. И чтобы проэкспериментировать, необходимо, чтобы вы прошли сквозь эту работу. Сейчас будет тестовый вход. И потом вы поделитесь. Структура тестового входа. Мы на сбивке, условно, нулевой шаг, который у нас был, нулевой дыхательной техникой, мы выполним 40 глубоких вдохов-выдохов. Давайте так. 40. Я буду дышать вместе с вами и считать. Когда мы выполним 40 глубоких вдохов-выдохов, мы с вами вращаем глазами в одну и другую сторону. Раз. Обратимся к подсознательному и просто смотаемся с вами поглубже в транс. И понаблюдаем, что будет происходить с нами. Если мы для входа использовали помповую дыхательную технику, как мы будем реагировать вообще? На как она будет отличаться? Иной ли будет транс? Либо какой-то другой? Давайте эксперимент, и вы поделитесь, что происходит. То есть экспериментальный сдвиг, то есть не цель здесь как бы создать какие-то изменения, а цель потестировать вообще общий, какой эффект будет. Все эти поудобнее сейчас. Раз. Примите в удобную позу позицию. Глаза закрыты, либо полу закрыты. Возможно, чтобы вам это не мешало. Наполняем легкий кислородом, глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Ой, да. 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 глубокий вдох отпускаете дыхание нормализовать его глаза закрыты внимание смотрит вверх межброви делаем вращение против часовой стрелки 1 2 3 по часовой стрелке вращения 1 2 3 мое подсознание мой друг здравствуй приветствую тебя сейчас попрошу тебя погрузи меня в состояние более глубокое чем я был когда бы то ни было в трансе сейчас я погружаюсь на первый уровень гипнотического транса позволяю второму уровне появится во мне моем сознании я перехожу на третий уровень гипнотического транса в моем теле больше тепла больше расслабления больше приятной тяжести я перехожу на четвертый уровень гипнотического транса перехожу на пятый уровень гипнотического транса и затем след за этим на шестой уровень гипнотического транса я перемещаюсь на седьмой уровень гипнотического транса в моем теле еще больше тепла я перемещаюсь на седьмой уровень гипнотического транса я перемещаюсь на восьмой уровень гипнотического транса я перемещаюсь на девятый уровень гипнотического транса и моем теле еще больше тепла больше тяжести приятно больше расслаблений я ухожу очень глубоко я перемещаюсь на десятый уровень транса на одиннадцатый уровень транса на двенадцатый уровень транс и моем теле еще больше тепла больше тяжести приятной больше расслаблений через полторы минуты следующие мое подсознание приоткроет мне глаза сохранив глубину трансы мои глаза откроются и будут открыты ровно я буду глубоко в трансе когда мои глаза приоткроются я на краткий период времени перед собой увижу то что никогда не видел в своей жизни мое подсознание позволь мне удивиться тому что я могу убить я доверяю тебе 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 ну и у меня Я доверяю тебе, моя подсознанка. Пусть я увижу лишь то, что я должен увидеть сейчас, но это будет то, чего я не видел никогда, то есть с открытыми глазами, что-то прямо передо мной. Я не знаю, что это может быть, я не знаю, каким способом это может появиться. Помни сейчас. Каким способом она может появиться. И потом мои глаза закроются, и я снова перейду в это состояние транса, с закрытыми глазами, на самом локоморном, на котором я находился до этого. Я позволяю себе спокойно, медленно и плавно пройти сквозь. Это необычный опыт, который во мне проявляется здесь и сейчас, но он мне проявляется каким-то особенным способом, особенным, необычным способом. Так. 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 Я перехожу обратно в транс с закрытыми глазами и наблюдаю за ощущениями, которые проявляются у меня в теле моего сознания. Я отслеживаю самые различные эмоциональные паттерны, проявляющиеся сквозь моего сознания. Я позволяю себе медленно возвращаться обратно в более легкий уровень транса, переводя себя на одиннадцатый уровень транса, десятый уровень транса или даже девятый уровень транса. Я отмечаю для себя, что меняется на одиннадцатый уровень транса. на шестой уровень транса. На шестой уровень транса. На пятый уровень транса. Я осознаю, что в моем сознании кое-что работает по-другому. Я знаю, что я это хотя бы немного осознаю. На втором уровне транса. На первом уровне транса. Мое подсознание. В течение следующей одной минуты. Переведи меня в обычное состояние сознания и предковные глаза. Дай мне возможность осознавать реальность и состояние бодрствования. Я благодарю тебе, мое подсознание, мой друг. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, у кого из вас был необычный опыт. Смотрите. Обратная связь. Не нужно хотя бы пару людей точно. Два-три человека. Отвечаем на два вопроса. Как, по вашему мнению, изменила вход, качество входа дыхательная помповая техника? Поначалу. Вот раз. И два. Что происходило, когда я решил специально, чтобы вы не ожидали, закинуть технику работы с коллюцинациями. Что происходило, что было, были ли они? Если были, то какие? Какого качества? Я решил сегодня сначала показать, попробовать феномен, только потом о нем рассказать, поменять местами. А это, слушая вас, говорите. Здравствуйте. Я хотела бы сказать такую интересную вещь. Входила в транс разными. Галлюцинации были разные. На пятом, шестом, одиннадцатом уровне. Но когда мы открыли глаза, ничего я не увидела. Я не знаю, это нормально или нет. Но я смотрела в стену, и я думала, что мое пацанале должно меня удивить. Может быть, я слишком ждала, что она меня удивит. Но когда я закрыла глаза, опять стали появляться интересные картины. Вот так сработало. Что не так? Можно сказать, что что-то не так? Я прокомментирую. Просто обратную связь пока. Айтен, скажите, вы почувствовали качественно, что меняется, если вдыхательная техника выполняется? Да, да. Вот ноги были просто свинцовые. В какой-то момент я хотела опустить ноги. Я их облокотила, подняла на перекладину. И хотела опустить. Но я понимала, что мне нужно усилие. Они у меня просто так не опускают. Во всем теле была на самом деле вот такая свинцовая тяжесть. Очень сильное было давление в голове. Прям очень сильно. И болелась вот в этой части груди. Но до сих пор как бы болит. Интересно. То есть когда вы смещались, много-много картинок было. Только открываете, пустота. Да. Ну если очень-очень кратко, это вариант первый. Это подсознание еще не настроено. Оно не совсем понимает, что от него хотят. И работая через привычный канал. Вот так. Вот. Потому что есть некоторые запреты у нас в сознании видеть картинки, которых нет. Вот так. И люди, которые видят то, чего нет, они воспринимают как плохие. Не такие хорошие. То есть воображение хорошо, видеть картинки с открытыми глазами – это классно. Али, картинки с открытыми глазами – это что-то не так у человека. Вот. Из-за этого подсознание обезопасить строится. Но вариаций может быть много. Сережа, скажи, пожалуйста. Удиви меня. Микрофон. Я сразу заметил разницу входа с дыханием вначале. Уже где-то, когда мы были на третьем, четвертом уровне, я понял, что я куда-то далеко улетел. Немножко далеко. По поводу галлюцинаций, ну, я понял, что я был где-то далеко и слышал не так все четко. И даже не открыл глаза, когда надо было. Наверное, на подсознательном уровне боялся их даже как-то открыть. Открыл только уже, когда надо было закрывать. Ну, галлюцинации не видел. Но перед этим, когда глаза были закрыты, я видел, что какие-то образы начинают формироваться у меня даже в закрытом глаза. Как преддверие такое, да, получается? Почувствовал отличие, что происходит с умом, когда новое состояние должно быть в состоянии ума. Когда включается визуальный канал, разум начинает работать в совсем другом качестве, абсолютно новом, уникальном. Какие-то ощущения отличные после выхода у тебя сейчас существуют? Попробуй потестировать тело, поосознавать. Что отличается? В чем разница? Ну, чувствуется, что был более глубокий транс и ощущение тела, как после чего-то глубокого. А по поводу визуального... Ну, есть такое, что я когда открывал глаза, предметы, которые были, они есть и сейчас, но они воспринимались немножко иначе, как будто поверх них есть что-то. А, как будто немного иначе, правильно? Какое-то искажение, на что это было напоминало, а немножко иначе, это как? Как будто поверх них пленка какая-то, что-то такое. Вот сразу, господа, здесь мы касаемся уже не темы галлюцинации, а темы иллюзий. Вот из галлюцинации есть иллюзии, иллюзии создать попроще. Вот галлюцинации полноценные может быть значительно труднее. Вот иллюзия была, потом она исчезла. Когда ты вышел, вот ты заметил отличие какое-то, да? Как я видел до, после. Да, отлично. Вот, хорошо, сейчас мы выслушаем всех, кто хочет сказать, и потом я начну вещать, комментировать. Там много чего есть сказать по этому поводу. Рома, скажи, пожалуйста, что у тебя происходило? Погрузился гораздо глубже, чем когда-либо. Прямо очень далеко улетел. Было ощущение, как будто бы на двенадцатом уровне. Вот, раньше до-да доходил, а вот на двенадцатом уровне просто до нету. Туда можно дальше провалить, провалить, это бесконечно. Вот, когда открыл глаза, ну, я вообще ничего не осознал, я просто посмотрел в эту точку. Кстати, эта точка была Самсоном. Вот, да, и первое, что было, поле зрения, ну, ничего, в принципе, ну, не было никакой галлюцинации. Была иллюзия, точно я видел мир немножко, ну, не так, как сейчас вижу, вот точно не так. Вроде все то же самое, все те же предметы, но точно не так, вот. А Самсона, когда я только открыл глаза, вот, он так голову, ну, наклонил, что я не увидел его. Я увидел что-то типа монстра, вот, какого-то такого черного, вот. Страшно не было, но вот, ну, вот, какой-то такой вот монстрик был. Вот, я какое-то время любовался им. Вот, в принципе, все. Но стояние, когда открыл глаза, это были нечто. Это, ну, я такого еще не испытывал, да? Не испытывал, да. Хорошо, отлично. Рома, замечательно. Спасибо тебе, добраться на связи. Ребята, кто еще хочет поделиться? Ну, знаете, этот феномен, он возникает, по моему мнению, качественно, хорошо у одного-двух людей из десятков. Вот так. По моему наблюдению за лет двенадцать последних. Вот так вот. То есть, если десять человек, где-то один, он отобразит хорошо. У многих людей это просто какое-то странное состояние. Вот, новое состояние. Вот, иное состояние. По-другому ощущается меня чуть-чуть, по-другому немножко переживается. Вот, поэтому, если его фиксировать какие-то интересные отличия, то уже поговорите, кто бы еще хотел или мог. Коля, слушаю вас. Добрый вечер еще раз всем. Но вы понимаете, что мне как психиатру было особо интересно. Понятно. Попробовать это сделать. Вот. То есть, что происходило? То есть, когда мы попросили подсознание что-то такое сделать, мое сознание активнейшим образом помогало подсознанию, чтобы оно действительно что-то такое создало. Поскольку мне это очень интересно. Вот. И мы вот как-то этими усилиями с подсознанием, в общем, создали какое-то такое светлое пятно, очень такое яркое пятно. Сначала с закрытыми глазами. То есть, появилось такое светлое пятно. Потом я глаза немножко приоткрыл. И вот как бы подсознание спроецировало это пятно во внешнюю реальность. То есть, на самом деле, я находился во внутренней реальности, но вроде бы как это спроецировалось во внешнюю реальность. Вот. А потом, когда мы опять глаза закрыли, ну, я думаю, ну, что-то же это такое пятно, что-то же оно означает. И, в общем, опять сознание с подсознанием начали его материализовать как бы максимально. И вот у меня получился какой-то, ну, уже с закрытыми глазами, получился какой-то такой вот золотой предмет. Вот какое-то животное, вот то ли птица, то ли животное, вот до конца так и не материализовалось. И я почувствовал, что для меня это что-то означает, да, то есть это символ, который для меня что-то означает. И вот я до сих пор сейчас работаю над тем, чтобы понять, что это означает, но еще пока не понял. Вот так. Супер. Отлично. Спасибо большое за пример. Спасибо. Ну, ребят, смотрите, этот канал, он конструктивно иной, очень сильно отличается от канала внутреннего воображения. Внутренние картинки запустить легко у многих людей, а вот картинки внешние запустить гораздо труднее. Вот, и я об этом проговорю, начну обсуждать тематику вакцинации в контексте гипноза и гипноза после небольшой переменки. Вот мы делаем переменку 10 минут, вот, и потом я кое-что интересное расскажу. Давайте, вы 38 минут возвращайтесь обратно. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. С чего начать. Вот, небольшое повествование. Вот, начну, наверное, кратко. Один человек, психиатр есть, должен быть знакомым с галлюцинациями у пациентов. Вот, ребята, какие люди могут на естественном уровне увидеть галлюцинации? По статистике очень много людей, очень больших людей хотя бы один раз видит в жизни искажения либо то, чего нет. Если есть разделение, то есть иллюзия, есть иллюзия, есть иллюзия, есть искажение зрительного потока. Вот, не обязательно зрительного. Но галлюцинации могут быть иллюзией, могут быть у всех репсистем. То есть могут быть галлюцинацией иллюзией визуальной, идеальной, кинестетикой. Самые разные. Иллюзия — это искажение, то есть ты смотришь на стенку, и оно у тебя плывет. Вот, либо какая-то текстура появляется на ней. и галлюцинации когда ты смотришь и ты реально видишь то чего нет нету потока искажения а твой разум проецирует и вас создают некоторый образ и из нуля из ничего психиатрии целое учение галлюцинации очень объемно очень много типов под типов вот если очень так грубо разделять очень грубо разделять учтите то есть я не собирался сегодня читать лекции по галлюцинации для этого нужно выделить не знаю хотя бы два часа поздно я выйду на школе терапии стакал лекции вот там много моделей возле условно развивать теперь первым за иллюзии легкое искажение на то что пример видел сэм наш сережа вот это как как будто пленкой прикрыть это иллюзия гипнотическая вот то что там пример увидел рома возникновение галлюцинация видел место сережи некоторого монстра вот это тоже замещение это тоже может быть иллюзией по полноценной галлюцинации я думаю здесь я предположу мог не испытать никто вот ее создать может быть очень трудно по моей статистике это один из десяти людей достигает и иногда очень глубокий транс как бы не является поводом и мотивов чтобы разум пробил некоторый барьер специфический вот причина данного барьера могут быть многогранны ну пункт первый а какие патропсихологические профили вообще по по силам условно галлюцинировать вот пункт 1 галлюцинирует шизофреники это раз параноидно без проблем но не все кстати есть шизофрения и галлюцинации может быть вот тоже не буду глубоко уходить поэтому будем рассматривать тему шизофрении более глубоко говорить шизофреники ношина на шизофрениках меркли нам не сходится краткие галлюцинации часто испытывают люди с таким эпилептоидным профилем личности вот эпилептики и множество галлюцинации к примеру возникает именно у людей с эпилептоидным складом неврологическим вот это люди которые накапливают нервное напряжение и взрывообразно сбрасывать его вот примера человек находящийся очень долго в уединении можно начать видеть то чего нет вот на краткие периоды вспышки вот пример религиозный человек который сидит по настре долго молиться неожиданно может видеть дьявола который вы спешат краткий всплеск человек находящийся церкви неожиданно начинает видеть кого-то ангела вот если вы поисследуете христианскую мифологию вы обнаружите что там их есть целый такой интересный раздел описание того кто где когда кого-то видел вот люди практики религиозные они временами на определенном этапе могут начать испытывать галлюцинации то есть и видеть там не знаю человека умершего вот я не знаю есть люди которые которые хотя бы раз жизни видели призрак вот не побоюсь этого слова не совсем научная но вот я позволю если такие люди которые могли смотреть в темноту и виде какое-то движение а там ничего нет вот были такие моменты у кого-то из вас если есть поднимите руку вот один человек есть темнота она расширяет значительно феномен очень интересным проявляющиеся сильные эмоции вот мужчина на тропе и мне признается что как-то когда я был маленьким ребенком мне было 12 лет я ощущал что у меня под кроватью что то есть вот и я вступил на гость на пол и ощутил как как чья-то рука из-под кровати схватила и впилась мне в ногу и удерживала меня он говорит я закричал я ощущал как рука держит меня вот мужчина рассказываю лет тридцать было до сих пор я помню на стык мне что-то хватало вот если мы не подключаем такой эзотерические интерпретации их ликвидируем сразу вот и говорим о чистой психиатрии неврологии сильные эмоции сильная энергия эмоциональная она порождает очень сильные искажения чем сильнее эмоциональная составляющая вот тем сильнее искажение может быть откуда это искажение очень сильный страх раз может создать галлюцинацию или иллюзия сильно раз далее очень глубокая печаль горевания может создать галлюцинацию пример допустим у человека кто-то умирает вот и какое-то время допустим то что такие истории после смерти человека вот умершего как будто видят дома вот так вот кто слышал такие вещи руку поднимите будто видит а как будто он сидит либо как будто он идет либо как будто голос его говорит вот да-да-да-да ребята вот это если мы говорим о такой чистой психиатрии психиатрии это это а не искажение я вот порожденная интенсивностью чем сильнее интенсивность эмоциональная вот тем больше вероятность то что будет происходить очень интересные искажения психиатрии она классическая она не духовно вообще по буквальном понимании поскольку естественно будет отвергать вот я вы помните мою позицию по этому поводу я человек который считает что все это языки описания и каждому человеку при просто приятнее говорить о дальних явлениях процессов психиатр с каждой интенсивности порожденной галлюцинации иллюзии вот человек в шаманизме там скажет что ты видел духа вот это все слова вот в любом случае такой феномен есть как ты его называешь это твое личное дело вот такой феномен бывает уже фрейников бывают эпилептиков чек находящийся долго в голоде видит видит еду которой нет человек идущий по пустыне видит фатамаргану видит оазис он бежит к нему и видит воду видит пальмы но подбегает там ничего нет вот это иллюзия и галлюцинация порожденная интенсивным желанием каким-то страхом вот страхи желания воплощаются вот поэтому жизнь религиозных людей насыщенными вещами жизнь людей сталкивающиеся очень тяжелыми испытаниями они могут начать галлюцинировать но так жизнь людей которых перцептивный аппарат немного вышел из строя вот эта тема крайне обсуждается я считаю что существует некоторый социальный внегласный запрет на внешнюю визуализацию как табу какое-то странное объясню его вот табу есть глубинное убеждение что это плохо кто раньше кто кто имел право в виде галлюцинации имел право в виде галлюцинации только шаманы только отдельные люди считалось у человека траги галлюцинации бога можно общаться либо духа какого-то вот а те люди которые не являлись шаманами начали что такое видеть они вот считали что с видением чего-то внешнего а вот может произойти что-то дурное ты видел что-то плохое и скорее всего предвестник предвестник да правильно поле говорит еще сильная жара сильный холод 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 жара любые интенсивные сенсорные перегрузки да они будут стимулировать мозг вот на пленые искажения зачем далеко ходить простые травмы через через мозговые могут стимулировать галлюцинации если вас сильно ударить головой вот вот муж появится галлюцинации вот галлюцинации могут появиться из-за чего там не знаю из-за опухоли новообразования abscess а вот из-за паразитарной инвазии мозг может появиться в галлюцинации вот то есть а вариации может быть очень много вот а так люди которые ну точно солидно могут испытывать шизофреники парабороны конечно и эпилептики а потому что у людей чаще всего мнения складываются эпилептики это только конвульсии вот и пенового рта на самом деле ничего подобного вот эпилептиков и приступ он может происходить и в визуальной форме очень яркой вот зависимость от локализации точки возбуждения в мозге были интересные наблюдения если такие эпилептики у которых эпиприступ наступал как яркий всплеск визуализации математических формул вы не поверите и он видит корни какие-то сисоноса косинуса текущие вот перед глазами у него эпицентр эпилептоидный он в префронтальной коре передняя левая коре из-за этого математические уравнения возникают зависимость от локализации эпиприста эпи очага вот там может быть те либо другие феномены чтобы если эпи очаг он возникает затылочной доли там у нас визуальные центры центр обрабатывающие изображение картинки если там локализуется вот вы можете увидеть подобные вещи то есть человек наоборот нерелигиозный вот находящийся долго в посту вот и молящийся там много дней подряд там он может неожиданно увидеть алгела либо демона ну это просто правильно неправильно хорошо ли хорошо вот тут такого криви следовали ли сферой религии мы будем говорить что психиатрия и религия не совсем совмещается на уровне карт психиатрия вообще может оценивать все легионные феномены как патологии я по поводу галлюцинации категорически против определять исключение как негативные факторы вот а потому что я знаю что иногда галлюцинации они являются признаками патологии на гениальности и там энное количество примеров гениальных людей которые которые галлюцинировали примеру скажем карл юнг галлюцинировал голоса которые читали ему книги а если вы вспомните такого великого инженера 20 столетия как никола тесла человеку человек который называют иногда человеком который создал 20 век вот он интенсивно что он галлюцинировал аппараты то есть он думал о аппарате и он видел его видел буквально никакого воображения картинка видел буквально трехмерный аппарат который функционирует определенным способом вот и он наблюдал за ним экспериментировал с ним галлюцинации и потом по галлюцинации это создавало пленный проект вот это отдельные личности отдельные уникальные личности у которых почему-то данный барьер пробивается вот я не начинает видеть вот то что как бы чего не по этому поводу галлюцинации расскажу о очень важный критерий а какие эмоциональные отклики идут это конструктивно либо это деструктивно если галлюцинация образ возникает в контексте духовного ритуала раз либо она возникает через призму очень тяжелой нагрузки физической ну к примеру скажем люди занимающиеся ультрабегом ультрараннинг это когда человек бежит больше чем 50 километров подряд больше обычно 100 и больше вот люди которые бегут там 20 часов подряд описывают печет бежит 20 часов подряд без перерыва бежите маленькими остановочками вы бежите и вы буквально видите как в лесу что-то происходит женщина описывать что она слышит из леса игру музыкальных инструментов уникальные кто-то трубит на тут на трубе вот нас тут звуки ярко красочно срочно что ли такое дикая перегрузка она вызывает всплеск интенсификации других центров звуковых центров визуальных центров и начинается актуализации вот поэтому фактор очень много пока я не буду так глубоко дойти вот контексте сама гипноза и гипноза вот я приведу а один пример описание создание галлюцинации есть история вот одна такая ключевая вот которая хотела с вами поделиться история вообще ученики x у ричарда бендлери создатели 0 и он рассказал есть история как он пробовал создавать у своего одного клиента визуальной галлюцинации пытался сделать вот в общем погружал человека в транс вот и говорил ему ты откроешь глаза и ты увидишь перед собой и называл предмет яблоко чек открывал глаза он не видел яблоко вообще бендлер снова загоняла в гипноз вот и основа открывала глаза в гипнозе ты увидишь яблоко это кровь глаза и чек не видел яблоко опять попыток было иное количество и бендлер думал черт что происходит вообще ничего не получается как-то раз он взял на сессию с этим человеком принес буквально и реальное яблоко он подготовил его когда человек вошел гипноз он внушил ему что он будет яблоко и сказал ты открой глаза ты видишь яблоко но он правда подложил буквально реальное яблоко человек открывает глаза яблоко и офигеть обалдеть ну вот что делать бендлер потом бендлер потом убирает яблоко и пациент думает что он действительно видел галлюцинации видел что несуществующее как вы думаете что потом поменялось пациенте в нем произошла удивительная перемена потом когда бендлер его гипнотизировал вынушал ему что он увидит яблоко и не подставлял яблоко пациент видел яблоко галлюцинации она она возникла у человека таким способом бендлер тренировал своего пациента о чем говорит данная история она говорит о том что мы порой не можем воссоздать некоторые феномены потому что твердо убеждены что их очень трудно создать и они невозможны и почти невозможны как только карта ваша расширяется как только вам подставят так что-то такое вот а вот оно есть вот я могу это делать класс вот потом неожиданно данный феномен начинает проявляться то есть часть блоков это блоки могут быть неврологического тока вот а часть блоков может быть блоки убеждений просто-напросто вот ты почему-то думаешь искренне что то что есть от того чего не может быть ну вот хотя вот вот примеру олэна пешки в юности видела и привидение домового и звуки цепей кто-то звал меня это примера людей поверьте мне олэна вот таких как вы а регион это было очень давно еще в юности в школе сейчас и сегодня у меня ничего не боя когда я открывала глаза и закрывала наверное перестала в это верить бояться или что-то вот не верить и бояться не верите коктейль вот как можно бояться правду то что ты не веришь было мне 16 17 лет и было такое своеобразное мышление и внушение такое то есть всякие легенды ходили там где мы дом построили то есть это просто было внушение может можно так объяснять это право иметь такую карту интерпретации плюс там страхи конечно же были а потом перестала и все смотрите вот и за долгие годы работы ну рано или поздно ко мне пошли пациенты то начали рассказывать мне эти ситуации галлюциноза в ярких в детстве я обнаружил что у многих девочек и есть специфическая почти шаблонное переживание визуально которая встречается очень часто у многих людей и его почему-то никто не анализирует чем переживание девочки чаще всего до 10 лет они описывают такой ситуации что примерно мне 7 лет и год подряд каждый раз когда я засыпала я была парализована и мои глаза были открыты и к примеру в окно заходило некоторое существо это существо подходило ко мне и садилась мне на грудную клетку и сидела и я была парализована а потом она сползала с меня и мне отпускала кто слышал подобные истории о параличах вот и приход приходах это существ которые как как-то вот-вот вот что-то делают вот как раз-два-три-четыре человека вот знаете имя им легион этим историям это как шаблонные переживания их много очень много людей очень много людей они слышали такие вещи и ряд пациентов специфичных пациентов описывали такие истории вы причем не единоразовые случаи а когда год подряд это происходило вот так вот причем заметьте эти пациенты они психически полностью стабильны то есть они не шизофреники они не не вменяемые они полностью сознательные обычные люди которые в детстве имели такие цикличные потоковое переживание что это такое вот очень большой вопрос если бы это единоразово было есть люди которые многоразово вот причем галлюцинации они визуальные они явно видят что-то явно переживают что-то переживает паралич полный там не знаю приводят другие вещи по этому поводу можно статью писать книгу вот я бы видел в этом определенное архетипическое переживание очень интересно вот и в этом я считаю нету ничего абсолютно шизофренического по моему личному мнению и еще такая вещь очень важная вещь я отмечу вот так контексте анализа то есть я естественно таких людей анализировал вот ряд пациентов ряд пациентов которые будут вам приходить они будут описывать что что их семье вот кто-то там какая-то бабушка либо дедушка были там за колдуном шипотуном каким-то вот гадал какие-то другие вещи делал вот я замечаю если детки рождаются в семьях родители которых бабушки и дедушки которых или прабабушки прадедушки занимались народным трансом назовем это так то именно в таких семьях очень часто дети внуки они видят подобной галлюцинации это мой анализ мое наблюдение как шаблон такой какой какая-то бабулька гадала что-то делала колдовала кого-то лечила что-то еще а если там еще и линия целая таких количество колдуньей каких-то то там у деток очень интересные вещи перебивания за ней в детстве общаются с этими вещами и разговаривают с ними эти образы галлюцинации выстраиваются не полноценной коммуникации что-то хотят от них ну вот вот окей через психиатрии вот это я не считаю что эти вещи являются проблемой я считаю что они являются ну скажем так частью архетипа архетипических переживаний которые испытывает человек здесь вот обычный психиатра буду очень сильно отличаться я очень жестко развожу ну чтобы понимать действительно деструктивной галлюцинации вот классики шизофренической этого примеру коля думаю вам можно еще рассказать вот пример пример шизофренической немагической галлюцинации это розетки начинают ползать по полу и с вами разговаривать вот здесь нет ничего шаманского и здесь есть шизофрения вот или к примеру вы выглядываете из окна и видите повешенных людей висящих на дереве вот это о шизофреническом ребят а если вы будете глубоко читать книги по психиатрии описывающие галлюцинозы в девяносто девяти процентах случаев то что видит человек галлюцинации сама по себе она вызывает негативные реакции негативные эмоции негативные чувства там спектра может быть отвращение неприязнь тошноту вот какие-то бредовые идеи если галлюцинация не вызывает подобных чувств вот и она даже является отображением мышлительного процесса я вижу в этом внешне ориентированное визуальное мышление то есть мы думаем по-разному думаем словами думаем картинка внутри нас вот я думаю что есть люди которые могут думать через проективный механизм очень важно сохраняется человек контроль над собой и не одержим ли он бредовыми идеями того что он всегда видит целый целый мир разницы уникальный мир разницы отвечал людей которые по жизни умеют галлюцинировать вот и они вообще не отличаются от других людей внешних по поведению он видит каких-то образ вот ведется полностью адекватно полностью спокойно но он видит постоянно что-то видит вот то чего нет совсем вот такие люди существуют и вы таким людям неправильно ставить диагноз шизофрения вот и неправильно ставить диагноз эпилептоидное расстройство кстати говоря в маниакальной фазе маниакально депрессивного психоза люди тоже могут видеть иллюзии и галлюцинации вот например щеку маниакальной фазе это слышу как из радио объявляют что он выиграл лотерею либо его а его приняли на какой-то высокопоставленный пост вот либо наоборот вот там депрессивная фазе реально искажается ему кажется что о нем говорят как очень плохом вот и падшим человеке вот поэтому делайте отличие и в корне в ядре я когда мы пробуем воссоздавать эти вот образы вовне мы мы касаемся некоторого архетипического движа очень древнего движа у меня лет 20 назад была одна знакомая вот которая рассказывала мне что где-то вот годам двадцати плюс-минус она начала видеть то чего не было на самом деле вот она была в глубоко христианстве вот она начала видеть как называла сущности вот и а долго ходила и даже не знала чего чуть-чуть делать если на видеть я был удивлен на завершение данной истории она сказала что она пошла а какому-то батюшки вот и я был удивлен оказывается у христианстве какие-то молитвы которые блокируют эти вещи в общем батюшка вычитала некую-то молитву и у нее все галлюцинации прекратились потрясающе правда вот естественно проявленная галлюцинация с помощью обновления техники гипнотической имеющие отношение к религии может быть пресечена вот а то как мы к этому относимся как мы интерпретируем это естественно вот выбор каждого человека и выбор предпочтения того как этому относиться по поводу практичности данных феноменов ребят я данный феномен воспринимаю как феномен на уровне а могу ли я достичь чего-то больше именно в терапии с пациентом ради не знаю какой-то особенной пользы вот я данный феномен по ходу не видел качественного применения так чтобы именно какую-то выгоду терапевтическую вот косвенные примеры косвенные примером можно можно создавать скажем а если человек достигает какого-то вида феномена очень тяжелого он начинает глубоко доверять себе то есть факт возникновения феномена сильного это факт доверия то есть я могу делать больше то есть мой разум может функционировать в очень интересной фазе и факт возникновения феномена можно подключать к трансформационным убеждениям и изменения как у тебя к примеру получилось создать галлюцинацию так у тебя получится и поменяться то есть прикрепляем и создание феномена прикрепляем к факту того что это же трудно вот а ты можешь сделать еще больше своей жизни там не знаю личных отношениях зарабатывание денег чего-то еще если получается феномен прикрепить какому-то убеждению вот и прикрепить рамку если получается феномен то и получается то что ты хотел создать причинно-следственную связь то могут быть очень интересные трансформационная вещь вот это по поводу использования вообще феноменов высокого уровня высокого порядка это положительной галлюцинации отрицательной галлюцинации когда ты не видишь то что есть вот каталепсия всей руки полный паралич своего тела полная анестезия и анальгезия эти феномены высшего порядка они чаще всего не применимы в обычной психотерапии но они очень крутые для именно достижения ощущения уверенности в себе что я могу делать просто удивительные вещи маленькую историю расскажу иногда ко мне оффлайн в группах когда они еще были у меня вот сейчас уже за время войны меня нет постоянно в группах у меня есть девочки которые очень глубоко уходят в состоянии транса с истероидным акцентом и чем глубже а истеричная девушка уходит в состоянии транса тем более мощными и сильными феномены она может демонстрировать как раз я взял совсем недавно между прочим в прошлом году одну свою пациентку и студентку бывшую в конце группу по гипнозу которые проводил и решил немного что сделать немного поразвлечь группу сидела человек 15 я говорю своей пациентке ты сейчас погружаешься в транс и ты неожиданно в транс сейчас понимаешь что за пределами офиса у лифта находится твоя дочка старшая и эта дочка пришла к тебе чтобы кое-что тебе передать потом выложу ее состоянии она в транс открывая глаза как будто вспоминает что-то чего не происходило выбегает из помещения всей группой людей мы выходим туда и наблюдаем как девушка по имени аня разговаривают с пустотой у лифта она начинает учитывая свою иллюзорную точку прямо перед лифтом тут по моему у меня два человека есть в группе которые могли это видеть или три человека вот сэм ты это видел по моему да наблюдал это серьезно наблюдал вот рома это наблюдал вот еще таня медленно должна была наблюдать данный феномен как аня разговаривала с пустотой она беседовала она беседовала своей дочкой ее не было она вела дискуссии и она свою дочку учитывала говорила и как ты могла оставить младшего ребенка что же ты такая такая плохая это было очень смешно а еще было смешно когда два года назад данила вводила в транс алису и она рассказывала про сгоревший харьков ой слушай давай сейчас не микшируй тематики потому что ты сейчас поднимаешь тему не имеющие отношения галлюцинации ты поднимаешь тему а просто видение будущего а не давай назовем это ну да чуть чуть не тот феномен но действительно там пару слов поделюсь два года назад два года назад у меня в офисе мой учитель по гипнозу александр сергеевич данилов психиатр с 50 летним стажем пришел ко мне на празднование нового года моем офисе и мы взяли одну свою мою студентку и решили ну немного так поразвлечься смысле ввести ее транс и сказать смотри в будущее что ждет нас скоро вот так вот выполнили технику тех порове царя а девушка входит в это был декабрь двадцатого года 30 число двадцатого года и тут девушка входя в транс начинает говорить и я вижу выжженную землю на Харьков смотри смотри на Харьков я вижу выжженную землю мы думаем фигня происходит какая выжженная земля вообще вот подумали ну она девушка странная специфичная то есть у нее очень тяжелая личная история очень тяжелая травма я думаю вот но какую-то травму перенесла просто-напросто вот ну в общем прошло сколько вот один год и два месяца прошло вот и действительно в многих участках Харькова выжженная земля так вот это правда как нос через пять лет на самом деле через два года его не было ну вот не знаю вот она помню через пять лет через пять лет нет такого не было через пять лет мы там было либо по годам мы шли что через пять лет мы четко просили ее в следующем году что ты видишь в следующем году только с двадцать первым вас первом не вступила вот это пример такого феномена заметьте сделанный феномен не колдуном не эзотериком вот сделанные психиатром с 50 стажем на ком на студентке психологи вот как его интерпретировать сами думаете каким способом но учтите это не галлюцинации то есть мы будем разводить эти вещи вот некоторые мастера гипноза они используют гипноз для попыток такого прорицания вот но относятся если это люди науки относится к этому небольшим юморку вот а хотя хотя эффекты порой они действительно они действительно могут шокировать вот и удивлять людей с таким максимально материтическим взглядом то что я видел лично и видела еще человек 20 плюс-минус прямо передо мной вот думаю вспоминали не однократно поэтому эти феномены феномены как коллюцинации они они применяются крайне редко мной очень редко вот и я их стараюсь сделать только на людях которые а уже глубоко гипнобильны и как некоторый уровень продвижения в гипнозе если человек слабо гипнобили но я не выполняю этих вещей нужно увидеть очень глубоко погружается очень быстро погружается и он способен на больше тогда я начинаю экспериментировать и тогда я могу данный феномен использовать в практике а на первых порах и на вторых порах и на третьих порах поначалу нет вот это тот прибабах который не нужен вообще принципе вот зачем зачем далеко ходить зачем далеко ходить правда у меня ребята я хочу признаться у меня было много учителей по гипнозу реально много за последние последние 18 лет вот но честно скажу меня никто этому не учил мне ни один человек ни один практик не показывал буквально данного феномен то есть все что я знаю умею здесь я делал самостоятельно экспериментируя с материалами которые доставал книгах вот я говорил и создал лабораторию свое время и со своими студентами я выполнял в ряд феноменов достигая с каждым студентом с больших и больших феноменов галлюцинации я тестировал много на своих студентов вот ну и фиксировал как эти вещи вообще говоря вот проявляются если мы говорим об обучающих программах по гипнозу я ну почти гарантирую почти гарантирую что вы ну не найдете людей которые будут составлять данные вещи в обучаловку вот знаете почему ответ простой очень часто не получается вот по моему опыту действительно ну тут нужно чтобы человек умел уже очень глубоко перемещаться чтобы эти вещи очень качественно же очень хорошо проявлялись в поведении и в сознании человека вот вопросы ко мне комментарии мнения размышления по этому поводу говорите можно мне спросить у вас почему последнее время вот я сегодня не видела ничего кота ходила когда медитировала и дома когда я сама занимаюсь тоже раньше я видела а сейчас ничего не вижу как просто расслабленное состояние хотя в реальной жизни эффекты есть к примеру я медитировала на стройность фигуры сейчас и у меня действительно лучше получается там спортом занимается зарядку какую-то за питанием ну сказать не не слежу да там неправильное питание но меньше стало есть в любом случае выдерживая после 6 не есть такие нюансы которые меня радуют то есть у меня как нет сопротивления все происходит само собой то есть эффект в реальной жизни есть но когда медитирую во первых поверхностное все то есть не глубокий транс и второе нет вот таких ощущений как было раньше что этом танцевала например никаких картинок просто темнота бывает я по себе по пациентами замечаю что бывают волны каких-то временных отрезков когда к примеру картинок нет вообще и столько ощущения а потом кое-что меняется и неожиданное ощущение превращается в картинки а потом снова картинки уходит долгосрочном периоде вы можете замечать что эти вещи текучи они не не могут быть не фиксированы непостоянными глубина транса может варьироваться хотя в принципе просто навык поэтому когда такие вещи происходят вы работаете дальше хорошо а для а для того чтобы транс находил свое терапевтическое применение картинки не обязательны есть люди которые переживают транс без картинок вообще принципе только но не ощущение переживаний все это не является ни хорошим ни плохим почему-то так надо для психики вот поэтому мучить человека либо себя картинками и ставить цель чтобы были картинки вот именно для тропе для работы с собой я не я не ставила цели не просто интересно как с чем это сказано нормально ли это нормально мы разные мы очень разные у кого-то будет их картинок запредельное каждое количество раз у кого-то вообще никогда почти не будет будет темнота поставить ощущение какие-то течи у кого-то мигалочка это есть у нет вот я к примеру принадлежу ко второму типу у меня то есть что то то нет то есть картинки яркие то не исчезают но цель транс достигается всегда своего назначения то есть ты через ощущение общаясь со своим подсознанием подсознание выбираете форма ощущений которые более оптимальны для того чтобы ты понял еще чуть-чуть происходит вот так что проблем нет спасибо за ответ а если у вас какие-то еще вопросы комментарии мнения размышления у меня вытянули сегодня на на 1 тематику прорицание я не хотел ее вставлять курс наш ради меня выбила из меня данную информацию секретную вот очень специфичную некоторые люди начнут не верить в это ну поверьте мне вот такие вещи могут причем причем я много таких историй слышал вот в особенности вот александр сергеевич данилова который энное количество раз за жизнь вот со своими пациентами практиковал такую тех вот я я я я эту технику не не практикуется в тропических целях это только как форма такого вот психо духовного развлечения то что будет происходить если вы вспомните что делал карл юнг карл юнг ведь регулярно выводил состояние гипноза свою двоюродную сестру хеллен прайсворк вот и вводила состояние людей которые умерли то есть она была медиумом и карл юнг гипнотизировал постоянно на общалась из израиле и других людей с ним вот я свое время когда эти вещи узнал подумал черт побери если юнг это дело почему я не могу вот именно тогда начал выполнять такие интересные процедуры чуть-чуть попахивающей эзотерикой вот и до феномена есть феномен это существует и хороший эстероидный пациент прекрасно отобразить такие вещи из-за которых вы поверите во всю эзотерику будете креститься потом или делать какие-то другие вещи но не рекомендую лучше удерживать такое более здравое состояние ума и воспринимать эти вещи как окопленная феноменология психики какие-то вопросы комментарии есть у вас говорить называйте принципе рассмотрел более менее пробуйте попробуйте поиспользовать практику с дыханием глубокое дыхание я сделала намеренно меньше дыхание был 40 можете меньше делать на самом деле 20 раз 30 раз глубокие вдохи и выдохи и посвяток глубоко глубоко вы можете уходить вот поверьте мне глубина будет гораздо больше от глубокого дыхания вы чуть-чуть поплывете то есть будет может быть легкого опьянения если вы хотите чтобы ваше сознание было чуть более здравым более таким холодным разом вот то либо не дышите глубоко либо немножко а если вы хотите именно отъехать очень глубоко очень глубокое такое состояние то подышите перед вхождением состояние самогипноза вот-вот 20-30 раз 40 раз той практикой который вам показал рассказал виктория у вас вопрос комментарии слушаю вас да здравствуйте у меня вопрос вы говорили про четыре типа дыхания глубже мы заходим только если используем первые два глубокая быстро глубоко медленная да а те поверхностные ну не поверьте неглубокие они не используются да смотрите века в терапии в основном используются первых два вот вот в рэбёфинге там находят применение третьему четвертому но я не находил применение именно такое яркого хорошего первых два они прокачивают энергией и появляется всплеск энергетический который может выкидывать очень далеко дыхание которым познакомил это медленная на глубокая наиболее оптимально трансовой работы вот есть дыхание быстро и глубоко это холотропное дыхание вот она она сильно будоражит скажем так вот то есть вы там не просто войдете а вы еще можете начать вот не знаю видеть себя в другом месте в другое время вот то есть там уровень глубины может еще сильнее увеличится вот я такие вещи не знаю не практикую с пациентами то есть я отдельно либо транс либо холотроп вот но иногда могу это глубокое но медленное дыхание перед хранением транс для прокача чтобы создать больше репрезентации а дыхание быстрое но поверхностное я не вижу смысла его практиковать перед трансом вот так как и дыхание медленное и поверхностное аналогично вот я не находил каких-то практических полноценных применений задержка дыхание она может давать ранцевый эффект но это скорее в большей степени для работы с самим собой в контексте хатха йоги чем контексте терапии вот это мой комментарий то есть два первых и в основном для терапии медленная глубокая самое лучшее она 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 спасибо мягкая она приятная подавляющее большие людей реагирует на него хорошо вот и не очень много до 40 раз еще перед перед входом переходу транс иначе вообще просто от едите вот там приятно дышать таким способом там появляется эйфория сознание может быть чуть-чуть немного опьянившим вот то есть две ключевых практики это практика коллекционирования создание люди галлюцинации вот и практика хода а резкого с использованием дыхательной практики вот поэтому экспериментируйте а по поводу работы галлюцинации помните эта штука она может пробиться то есть если вы поставить для себя цель и начните гипнотизировать раз-два-три какое-то время можете пробить если очень-то очень нужно просто стать вопросом для чему это не нужно вот ради эксперимента на собой да хороший мотив для работы с пациентами только с пациентами которые очень глубоко гипнобили уже по умолчанию вот тогда я считаю данный феномен легким триггером для какого-то там дальнейшего продвижения для меня данная практика она больше экспериментарь не мне здесь наблюдать а получится ли это сделать пациентом или получится сделать в лабораторном формате вот порой для ума это очень важно год так господа 10 сегмент подходит концу больше двух часов мы отработали с вами у нас это сохраняется еще одиннадцатый сегмент и 12 сегмент там еще будет у нас кое-что интересное кости вкусная ну минимум минимум мы попробуем сделать еще отрицательный галлюцинации вот чтобы создать полноценный спектр я считаю один из самых тяжелых форм феноменов сасаса самая 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 худшая тяжело что только тем более в контексте самогипноз ну вот мы сделаем эксперимент вот там только некоторые люди могут могут увидеть точнее не увидеть не услышать что-то я порассказываю примеры своего опыта вот ну по крайней мере у вас будет воспоминание приятно что минимум курсе вы получили опыт прикосновения хотя тоже была вероятность того что вы будете при применять терапию от крайне мало ну очень мало окей если у вас вопросов каких-то нет комментариев нет мы с вами будем прощаться смотрите на этой неделе у нас ведь четверг будет арт-гизер вот с обучаловкой вот по поводу среды я не знаю буду ли делать свою лекцию вот школа терапии в контексте того что гизер будет в четверг возможно будет пауза этой неделе большой вероятности будет пауза вот и в пятницу нас ждет нас ждет это 11 сегмент продолжение вот совсем скоро будет завершение нашего курса окей на сегодня прощаемся всем спасибо за внимание был рад вас всех очень видеть вот да прибудет с вами гипнотическая сила пока спасибо спасибо до свидания